Седьмой класс, 31 серия. Решение задач. Задача первая. Найдите двузначное число, кратное 5, которое при умножении на цифру его единиц окажется на 363 больше суммы его цифр. Если число кратно 5, то оно оканчивается на 0 или на 5. 0 не подходит, потому что не получится на 363 больше суммы цифр двузначного числа. Значит, последняя цифра 5. Давайте за а обозначим число десятков. Значит, двузначное число, где а десятков и 5 единиц, это 10а плюс 5. При умножении на цифру единиц на 5 получается число, которое на 363 больше, чем сумма цифр этого двузначного числа. Решая это уравнение, находим значение а. А равно 7. Значит, двузначное число 75. Задача вторая. При каком значении параметра k уравнение не имеет корней? Так, это слагаемое надо перенести справа налево. Затем x выносится за скобки. Множитель, стоящий перед x, k плюс 2. Если этот множитель обращается в 0, а это будет при k равно минус 2, получится неверное равенство. Слева будет 0, а справа минус 7. Неверно, корней нет. Итак, ответ k равно минус 2. В таком случае уравнение не имеет корней. Задача третья. При каком значении параметра а корень первого уравнения в 5 раз меньше корня второго уравнения? Так, можно найти значение x, корень второго уравнения. Это линейное уравнение, решается несложно, раскрываются скобки, переносится слагаемое вправо-влево, x равен 5. Корень первого уравнения в 5 раз меньше. 5 разделить на 5 – это 1. Значит, в первое уравнение вместо x надо подставить 1. Так, а затем решить вот это уравнение и найти значение а. А равно 13. Ответ 13. Задача четвертая. Назовите натуральное число, если из 4 утверждений 3 верных, 1 неверное. Так, давайте сразу на числовой прямой покажем эти утверждения. Первое. Число больше, чем 12. 12 не подходит, надо эту точку исключить. Больше, чем 12. Так, второе утверждение. Меньше, чем 13. 13 надо исключить, подходит то, что меньше. Так, третье. Число не меньше, чем 13. Значит, можно 13 и все то, что больше. Так, и четвертое. Число меньше 14. 14 надо исключить, подходит то, что меньше. Так, ну а теперь, глядя вот на эту числовую прямую, даем ответ. Подходит натуральное число 13. Верные утверждения. Это первое, третье и четвертое. А второе утверждение неверно. Задача пятая. Через сколько минут, после того, как часы показывали ровно 2 часа, минутная стрелка догонит часовую? В 2 часа минутная стрелка стоит на 12, а часовая на 2. Давайте обозначим скорость часовой стрелки за V, латинскую строчную букву, а V за главное – это будет скорость минутной стрелки. Причем скорость минутной стрелки в 12 раз больше, чем скорость часовой. То есть можно записать вот так. Потому что за 1 час минутная стрелка проходит 60 делений циферблата, то есть 60 минут, а часовая только 5 делений из 60 за 1 час. Так, через сколько минут произойдет встреча? Минутная догонит часовую. Так, надо составить вот такое уравнение. Так, значит, это минутная стрелка. Скорость минутная умножается на время. А это сколько пройдет делений часовая стрелка. Так, причем минутная пройдет больше. Вот она пройдет еще 10 делений, вот от 12 до 2. Так, ну, давайте рассмотрим вот это уравнение. Выразим Т. Т – это 10 разделить на 11 В. Скорость часовой. Скорость часовой – 1 двенадцатая. За 1 час часовая проходит 5 делений из 60. Так, ну, и подставив 1 двенадцатую вот в это равенство, получаем ответ 120 одиннадцатых. Встреча произойдет через столько минут. Ответ 120 одиннадцатых минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok